Сегодня в городах и районах Карачаева-Черкесии прошли мероприятия, посвященные 35-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Подробнее Дарья Тендит. Участник боевых действий в Афганистане Фёдор Владимирович Гурин вспоминает, что будучи молодым парнем, только окончившим техникум, был призван в армию для службы в Евпатории. Но всё сложилось иначе. Их взвод номер 280 новобранца, призванный служить за границей. Фёдор Владимирович отчётливо помнит все события. Был ранен сам и видел, как погибали его товарищи. Знал, на что я иду. Я не мог поступить иначе. Свою пулю не услышишь. Если свистит, значит прошла мимо. Шутя отметил Фёдор Владимирович. Хоть 35 лет прошло, у меня больше прошло. Я ещё в 1984 году был, а вывод в 1989. То есть самые такие тяжёлые времена. Память она всегда остаётся до сих пор. И каждый день помнится. Когда вспоминаешь, конечно, и душевное волнение, вспоминаешь тех своих погибших, кто остался. Там они перед глазами всех, по именам их помнишь всех. Поэтому память она всегда должна быть. Память мы должны передавать. На митинг возле памятника воинам-интернационалистам в Парке Победы собрались представители власти, парламента республики, депутаты разных уровней, ряд ведомств, общественных и религиозных организаций, жители и гости Черкеска, ну и, конечно же, сами участники боевых действий. Председатель парламента республики Александр Иванов от имени главы Карачаева Черкесии и депутатского корпуса и от себя лично выразил глубокую признательность всем, кто прошёл тяжёлыми, смертельно опасными дорогами Афганистана. Уважаемые ветераны-афганы, всех локальных войн и вооружённых конфликтов, став примером солдатского мужества и отваги, настоящего патриотизма, служения высшему долгу верности, боевому братству, вы внесли большой вклад в воспитание подрастающего поколения. Присутствующие почтили память героически погибших в Афганистане минуты молчания. На протяжении всего мероприятия звучали слова благодарности и добрых пожеланий участникам боевых действий. В завершении митинга под траурный залп его участники возложили венки и цветы к памятнику. Дарья Тендит, Мухаммед Ашубоков, Вести Карачаева, Черкесия.